Запись пошла. Добрый вечер, Хасай Алиев. Привет, Алексей. Рад тебя видеть. Но я еще не убрал эту картину, которую я написал тогда давно Маслом. Называется «Старинный сеанс гипноза». Не стал выбирать. Вдруг кому-то нравится, понимаешь, ну давай. Да, вот какой я хотел вопрос задать. Я видел из одного видео, вот так что-то делали. Вот ушки. И что-то носиком еще что-то делали. Я показывал, для тех людей, которые не очень в теме ключа, я показывал как самопомощь себе в экстренной ситуации оказать. В самолете там или, допустим, в метро человек попал, или там, допустим, дома неожиданно у него страх возник или давление поднялось. Ну, какой-то дискомфорт такой его схватил. И что надо срочно сделать для того, чтобы снизить это напряжение, чтобы убрать лишнее напряжение. Ну, а для этого нужно подключить. Ну, если человек еще ключа не знает, понимаешь? Когда он будет знать, он же может регулировать себя уже. А сейчас он просто берет, вот так вот ушки разминает. Ну, идет в метро, например, взялся и за кончик ушко вот так вот, и разминает, разминает. Или вот так разминает. Если он дома находится, пожалуйста, может так разминать. Потом берет вот так вот, здесь мысочек такой, вот так. Ты видишь? Хорошо видишь? Да-да-да. Вот так мысочек разминает. Потом есть затылочный губор, а под ней точка называется Хэн Чи. Хэн Чи. Хэн Чи. Да, рядом точка тоже другая. Ну, короче, это так называется по-китайски типа ворота духа, понимаешь? Там затылочный нерв выходит, и он же глазной нерв. И у кого глаз, например, болит, но мы об этом потом, о глазах потом будем разговаривать. А сейчас, значит, он разминает, это все к одному. К тому, чтобы снять лишнее напряжение, лишние паники, лишние страхи. Потом, что он еще делает? Он еще эту точку, хэгу, точку разминает, точку разминает. Потом еще кладет одну руку на другую, чтобы кисть была свободна, и находит между шеей и лопаткой больное место, больную точку тоже разминает. Вот так разминает, разминает, ну, по полминутки, по минутке, много не надо. А это для того, чтобы кисть была свободна, чтобы легче было делать. И кровоток мозга улучшается, в клетке мозга больше кислорода поступает, спазм сосудов снимается, и человек успокаивается за счет того, что он разминает ушки. Да, давление так можно регулировать свое. У кого давление, если подпрыгнуло, артериальное, он сразу берет ушки, разминает, ушки разминает. Вот так вот. А потом берет центр ладошки и носик себе. Центр кончик носа и центр ладошки. И вот так разминает. Да-да-да-да. А потом еще раз несколько вот так вот немножко ручку разминает. Да. Это, в принципе, в принципе, шиацу, точечный пальцевой массаж, которому тысячи-тысячи лет. Но я в данном случае сразу говорю, готовые рецепты, готовые рецепты, которые у меня проверены, когда я вытаскивал людей из острых состояний в терактах, когда вытаскивал из острых состояний. Я им сразу говорю, делайте вот так, делайте вот так. А потом добавлял разные приемы ключевые уже, они делали ключевые приемы, выходили на состояние такой безмедельности. Но это мы потом еще в нашем сериале таком, где короткие практические советы, очень полезные для всех. Так? Да. Давай. Очень полезно. Ну, все. Самое главное, я вот это хотел узнать. А следующий вопрос, это следующий. Я думаю, знаешь, что нам надо в следующий раз показать? Как еще использовать пальчик для того, чтобы избавляться от головных болей и лучше спать? Давайте вот это вот в следующий ролик. Да, в следующий раз сделаем. Давай, Алексей Иланов, если вопросы задаешь, давай. Ну, лучше пусть заходят в школу Человек Будущего. Да, и пусть... А там же хороший обмен опытом идет. Да, и покупают. Там же все бесплатно стоит. Пусть смотрят, получают видео там в Ютубе и в школе Homo Futurus Человек Будущего. Давай, давай, давай. Пусть это будет бесплатный ликбез для всего населения. Да. Все. Благодарю, красави. Давай, счастливо.